Последнее наступление вот, босс, перед домом, хуй знает. О, или нет, танков уже не хватает. Танки у меня мрут, пиздец. Такая жопа, ест. Это пиздец. Я в курсе, в курсе. Вы не в курсе, ест. По телевизору показывают такое. Да, это, блядь, парк, пачок у меня. Вот нас 30 человек, осталось уже 11. Ебать. Так что, блядь, то, что по телеку, я это говорю, все, просто, сплошное наебало. Деньги мне тоже не платят. Пришло, блядь, Танька сказала, что, блядь, должна зарплата была с боевыми за месяц. Короче, я за два месяца получил 80 тысяч. Одолжал уже 400. У меня боевых пиздец, блядь, военных. Мы вообще по спискам, ты знаешь, где я? Я в Москве. Я стрелок, анатометчик. Да, я стрелок, анатометчик, клямпольском полку. А то, что я в коробке езжу, блядь. Вот так. Сплошное наебало. Парни без денег, я не говорю. Кто отказывается, не хочет идти. Ну, блядь, прикинь, людям, нахуй, уж в третий месяц, нахуй, денег нет просто. И они вообще в России находятся по спискам, блядь. Наши съебались, кто, ебцы, понял, ушли. Ну. Они уже месяц дома, им по 80 тысяч приходит зарплата. А, да ладно. А это все дальше части не выходит. Ты че, ты прикинь, если народ съебался там, этот. Ну. Да, ну, понятно, понятно. Воевать просто некому. Начальство такое конченое, блядь. Нас ебаса даже свои езжу. Арта хуярит, прям бывают бананы езжу. Я не думал, блядь, после Чечни мне вот это. Это не война, это конченое все езжу. Пускай не нахуй. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался. До свидания.